здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин каждому отцу выдать по 2000 рублей отец двух детей тогда 4000 рублей получите ну а дальше простая математика многодетные отцы сами могут посчитать сколько им полагается точнее возможно будет полагаться в госдуме предложили ввести отцовскую карту с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с пушкинской эту идею озвучил министру труда и социальной защиты антону катякову вице-спикер госдумы борис чернышов вообще карту можно было бы назвать тургеневской отцы и дети тема как раз в стиле ивана сергеевича согласно предложению отцам будет выделяться две тысячи рублей на каждого ребенка в семье в месяц на карту с которой деньги нельзя потратить на иные нужды кроме как на семейный досуг поход в кино зоосад парк или детское кафе интересно входят ли в этот список спортивные мероприятия если захотят отцы детей на хоккей сводить например или на футбол комментарии риа новости автор инициативы борис чернышов отметил что благодаря возможному нововведению мамы получат необходимую им возможность отдохнуть и уделить время себе а папы поучаствуют в воспитании и развитии детей а вот руководитель федерального совета отцов андрей кочанов в интервью известием отметил что по его мнению существенно эта инициатива ничего не изменит то есть выдача таких карт вряд ли повлияет на то чтобы отцы больше времени проводили со своими детьми цитата наверное появление такой карты может частично мотивировать к этому но это очень слабая мотивация скорее просто приятный бонус который для многих не будет лишним конечно не будет лишним нам денег дать хотят чего это мы отказываться будем что ли любой каприз за ваши деньги как говорится ну или из чего там кармана субсидии отцам начислять собираются забота об отцах в россии проявляется не впервые чуть больше месяца назад депутаты предлагали ввести отцовский капитал для подъема демографии по проекту отец в официальном браке должен был получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по одному миллиону рублей за каждого ребенка после третьего как говорится кто хочет стать миллионером но не только пряники раздавать собирались и про кнут тоже не забывали в то же время предлагалось ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов в случае развода отца обязали бы вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала правда все так инициативами и осталось хотя юридического термина отцовский капитал в россии не существует мужчины могут претендовать на выплаты материнского ну или точнее семейного оформить капитал можно если отец является единственным усыновителем и воспитывает ребенка самостоятельно когда мать лишена родительских прав умерла или оставила малыша в медучреждении дав согласие на его усыновление возможностях отцов заняться воспитанием ребенка вообще не стоит сомневаться в рамках недавнего опроса рамир и фикс прайс почти половина российских мужчин рассказала о готовности уйти в декрет вместо жены 49 процентов респондентов которые имеют детей выразили потенциальную готовность уйти в отцовский декрет при появлении еще одного ребенка по заявлению авторов исследования популярность отцовского декрета коррелирует с уровнем образования и величиной доходов семьи так 55 процентов мужчин с высшим образованием больше изъявляют желание уйти при возможности в такой отпуск чего не скажешь о россиянах со средним и неполным средним образованием исходя из данных опроса те отцы что не рассматривают возможность уходить в декрет основываются на экономической целесообразности ведь в среднем по россии доход женщин на треть меньше дохода мужчин которым и выгоднее оставаться на работе главное не очень долго там оставаться по вечерам да и выходные не засиживаться чтобы оставалась возможность провести время с детьми вне зависимости от того выделить на это государство дополнительные 2000 рублей или нет я вот тоже домой сейчас пойду это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно